В региональном правительстве подвели итоги реализации национальных проектов на территории Верхней Волжья за 2019 год, а также обсудили ключевые мероприятия в рамках национальных проектов в 2020. Еженедельное совещание прошло под председательством губернатора. Все подробности в первом материале выпуска. В прошлом году Тверская область участвовала во всех 11 национальных проектах. Для этого был разработан 51 региональный проект, а это 142 мероприятия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам отметил, что национальный проект – это уникальный инструмент по масштабу и охвату вопросов для достижения целей национального развития нашей страны. При этом глава нашего государства подчеркнул, что важнейшими направлениями являются демография, здравоохранение, развитие экономики и культуры, развитие экологии и строительства инфраструктурных объектов. В 2019 году объем расходов по исполнению национальных проектов составил 8 миллиардов 700 миллионов рублей. По данному показателю, Верхняя Болжья занимает седьмое место в ЦФО. Министр экономического развития региона озвучил общественно значимые результаты, которые были достигнуты в рамках реализации нацпроектов. Введена в строй новая школа, был проведен капитальный ремонт четырех сельских домов культуры, более 70 единиц оборудования для семи сердечно-сосудистых центров и отделение было закуплено и инсталлировано. Введено два детских сада в Старицком и Лихославльском районах. Также следует отметить, что к числу достижений национальных проектов в 2019 году следует отметить резкое снижение смертности в дорожно-транспортных происшествиях, также благоустройство 56 дворовых территорий и 93 общественных пространств, 79 жилых помещений были приобретены для рассеяния из ветхого и аварийного жилья и 177 единиц лесопожарной техники были оснащены наши специализированные учреждения. По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка» индивидуальной предпринимательской инициативой начал работу Центр «Мой бизнес» в Твери. Но без сложности в реализации нацпроектов не обошлось. Речь прежде всего идет о подготовке проектно-сметной документации и самой процедуре реализации нацпроектов, которая связана с 44-м федеральным законом. Губернатор дал поручение научному сообществу ТВГУ разработать механизм поддержки подрядчиков, которые хотят участвовать в нацпроектах. Большинство подрядчиков у нас не получает предоплаты. И, конечно, это ограничивает круг тех подрядчиков, которые могут участвовать в нацпроектах по 44-му закону, формировать специальных кредитных продуктов, которые позволят участвовать не только тем, кто, конечно, относится к субъектам крупного бизнеса. Потому что в рамках нацпроекта реализуются и малые проекты. Губернатор подчеркнул, ключевая задача – качественное исполнение всех запланированных мероприятий с соблюдением сроков реализации объектов. После внесения изменений, сейчас как раз уже возможность есть упростить эти процедуры, мы надеемся, что в текущем году результат будет более высокий. И те объекты, которые мы планировали по введению детских садов и школы, по введению в эксплуатацию, я надеюсь, в этом году мы действительно все это реализуем. И результаты будут гораздо выше, чем на предыдущих периодах реализации иноциального проекта. Отметим, что в 2020 году общий объем финансирования нацпроектов в нашем регионе составляет около 12 миллиардов рублей, из которых более 7,5 миллиардов – это средства федерального бюджета, остальное – областного. Особое внимание в этом году и последующих будет уделено контролю за соблюдением графиков, работе с подрядчиками, проектному управлению и другим актуальным вопросам.